Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана. Это событие мы с вами ожидаем прям совсем скоро, 8.00 по GMT. Напомню то, что франк находится против американского доллара, находится в нашем портфеле и мы ожидаем дальнейшее ослабление швейцарской валюты, поскольку прекрасно понимаем, что Национальный банк Швейцарии, который стал первым регулятором развитых стран, который пошел на снижение ключевой процентной ставки, вряд ли остановится на данный момент, учитывая продолжающийся, сохраняющийся прогресс в ослаблении инфляционного давления. Поэтому очень многие делают ставку на то, что в июне Национальный банк Швейцарии снизит ключевую процентную ставку снова с 1,5% до 1,25%. И по аналогии с нормальной реакцией валюты на смягчение национальной монетарной политики, это может оказать давление на франк. В принципе, даже этого фона было бы достаточно, чтобы ориентироваться на сохранение этим дуэтом активов пары доллар-франка восходящей динамики. Но мы прекрасно понимаем, что эта валютная пара еще интересна не только тем, что Национальный банк Швейцарии скоро снизит процентную ставку, но и тем, что американский регулятор напротив текущих экономических условий вынужден откладывать это решение на очень неопределенное время. Да, мы сейчас можем цепляться за каждое предстоящее заседание и говорить о вероятности, которая присутствует на рынке, того, что регулятор США пойдет на смягчение экономической политики. Но мы знаем то, что по текущему консенсус-прогнозу рынку, скорее всего, если это решение будет принято, то, наверное, не раньше сентября. Куча времени для того, чтобы смотреть за тем, как другие центральные банки, скорее всего, будут снижать ключевую процентную ставку, а американский регулятор будет оставаться в стороне, сохранять выжидательную позицию, статус-кво и удерживать ставку на высоких значениях на уровне 5,5-7%. Контраст монетарных политик – это очень хорошая идея, особенно если вы делаете большой акцент на фундаментальный фон и строите среднедолгосрочные ожидания, делаете долгосрочные прогнозы по инструментам. Мы вовремя определили потенциал роста у пары доллар-франк и сейчас находимся уже с хорошим профитом, но я думаю, что даже отметка 0,92 не станет пределом, где инициатива может перейти к продавцам. Скорее всего, значение будет повыше, тем более, что аналитики сети считают, что этот год пара доллар-франк может закрыть в районе уровня 0,95. Из других отчетов сегодня также ждем статистику из США. Снова личные доходы, личные расходы – это динамика потребительской активности, но самый главный риск, который, думаю, превзойдет эффект от отчета по ВВП – это индекс ПСИ, индекс расходов на личное потребление. Как говорят экономисты, это наиболее предпочтительный индикатор для американского регулятора в оценке ситуации с инфляцией. И если вы соскучились по тому, как американский регулятор реагирует на данные по инфляции, и как после этого перестраивается риторика представителей Федрезерва, то после выхода сегодняшнего отчета ПСИ, я думаю, что сам доллар напомнит нам, что такое волатильность, и рынки могут показать интересную динамику. По крайней мере, точно интереснее, чем то, которое мы наблюдали в прошлые дни, потому что прямо уже соскучились по интересным движениям. Даже вчерашняя торговая сессия, с учетом того, что были данные по ВВП США, по первичным заявкам, движения были очень скромными, и индекс доллара, в частности, так и продолжил консолидироваться в районе 105 на 50 пунктов. Под закрытие недели еще будет мичиганский индекс потребительских настроений в США в 14.00 по GMT. Но, скорее всего, к этому времени рынок все равно будет еще лихорадить от реакции на отчет индекса ПСИ. Теперь по порядку. Индекс доллара 105.50, как уже отметил, данные по темпам экономического роста США за первый квартал оказались хуже, чем ожидали эксперты. 1,6% против прогноза 2,5%. Но сразу хочу отметить, что даже замедление темпов экономического роста или недостаточные показатели экономического восстановления, нежели чем думали оптимисты, это вовсе не означает то, что появляются предпосылки для ослабления инфляции. Здесь нужно искать именно подтверждение этой идеи в других отчетах. А они, которые напрямую касаются потребительской активности, свидетельствуют о том, что инфляционные риски остаются повышенными. Вот как раз сегодняшний блок данных. Личные доходы, личные расходы и индекс ПСИ. По факту цифр личные доходы, скорее всего, вырастут по прогнозам на 0,5%. Это очень хороший показатель, один из лучших за последние 6-7 месяцев. Личные расходы, аналогичным образом, соответственно, нужно ожидать, что они тоже повысятся. Прогноз на 0,6%. Это тоже один из самых лучших показателей за полгода. Индекс ПСИ прогнозируется снижение с 2,8% до 2,6%. Но я здесь, пожалуй, не соглашусь с этой оценкой, потому что на фоне того, что мы ожидаем по личным доходам и личным расходам, и на фоне тех данных по инфляции, которые мы разбирали ранее, скорее всего, индекс ПСИ останется, ну, в лучшем случае, или, скажем так, в худшем случае для покупателей доллара, на прежнем уровне 2,8%, а в лучшем случае окажется выше, на целых 0,1%. В общем, я ожидаю здесь продолжение траектории роста, и если мои ожидания оправдаются, то сегодня мы будем наблюдать за тем, как вероятность снижения ставки на ближайших преградседаниях станет еще ниже, и мы, может быть, поставим под вопрос сентябрьское снижение даже процентной ставки. Кстати, сейчас вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 47%, но, согласитесь, это не так уж и много. Поэтому, в целом, по доллару установка остается прежней, мы накопили достаточный багаж статистики, данных фундаментального фона, и все это те вводные, которые создают условия для того, чтобы американская валюта либо консолидировалась вблизи текущих значений, либо уже продолжала развитие восходящего тренда. По золоту, 2334 доллара за тройскую омсу, сантимент, опять же, так и не нарисовал нам интересные значения по позиционированию трейдеров почти 50 на 50, как это было в начале недели. Поэтому от каких-то трейдов рекомендую воздержаться. Пара евро-доллара 1.07.22. Хочу отметить вчерашнее выступление члена Управляющего Совета Европейского Центрального Банка Изабель Шнабель. Это продолжение, опять же, того, что мы раньше слышали от Лагарда и Луиса Дегиндеса, то есть от элиты и главного руководства Европейского Центрального Банка. Шнабель также считает, что вопрос снижения процентной ставки в июне уже практически решен. И ЕЦБ может стать следующим регулятором после Национального Банка Швейцарии, которому удастся достичь целевого значения по индексу потребительских цен. Ну, смотрим, друзья, за развитием событий. В целом, среднесрочный горизонт по паре евро-доллар остается в развитии медвежьей динамики и движения ниже отметки 1.06. По британской валюте 1.25 текущего уровня. Очень интересный отсчет по рыночным продажам от конфедерации британской промышленности. В частности, для ритейлеров прошлый месяц стал худшим с 2020 года, то есть со времен пандемии. И если, опять же, эту тему чуть-чуть глубже проанализировать, то это означает, по сути, снижение потребительской активности, что может быть дополнительным ягарем для ослабления инфляции. Если инфляция в Англии будет дальше снижаться, то, разумеется, Банк Англии раньше все-таки решится на смягчение экономической политики. Я все еще уверен, что в июне и Банк Англии приняты к другим регуляторам, за исключением резерву, и снизить процентную ставку на 25 байсных пунктов. Траектория снижения и цели остаются неизменными. По британской валюте ждем снижения в районе отметки 1.22. Доллар-франк 0.91.30. Выступление Джордана сегодня может стать очень хорошим катализатором для ослабления франка, потому что есть вероятность того, что он намекнет на готовность к дополнительному снижению ставки в июне. Цель по паре доллар-франк 0.92. Доллар-иена это по-прежнему пара, которая в центре внимания во всех заголовках СМИ, потому что мы наблюдаем за максимальными значениями более чем за 35 лет. И без какой-либо коррекции пара продолжает обновлять исторические, можно даже сказать, уровни и максимумы. Несколько часов назад состоялось заседание Банка Японии. Как и прогнозировали эксперты, ставка на прежнем уровне, и контроль механизма кривой доходности тоже не изменился. На этой встрече, на этом заседании присутствовал министр экономики Японии. Это тоже очень редкое явление, которое подтверждает то, что все министерства, которые связаны с деньгами Японии, они сейчас внимательно следят за ситуацией с валютным курсом. Банк Японии пытался повлиять на рынок вербальными интервенциями, но не помогло. Вместо этого пара оказалась на еще более высоких значениях, нежели чем была до заседания Банка Японии. И вот тут как раз может реализоваться основной сценарий. Словесные интервенции, вербальные интервенции не помогли, поэтому, скорее всего, будут уже действовать фактически, может быть, в рамках текущей торговой сессии, либо в начале следующей недели. И к этому нужно быть готовыми. Валютные интервенции могут стать причиной значительного укрепления японской иены и значительного снижения пары доллар-иены. Имейте это в виду, друзья. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok